Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусную закуску. Обязательно приготовьте и вы. Полиндвицца по-белорусски. Все продукты будут даны на 1 кг мяса. Ложка у меня столовая, глубокая, хорошая такая. Соль я беру 1,5 столовой ложки, без горок. Соль берите ту, которая предназначена для закаток, для консервации, для заготовок. Едированную соль, соль экстра, морскую соль не берите. У меня приправа, такая смесь для мяса. Беру 1 столовую ложку. Это я покупала на рынке, я просто сказала, дайте мне приправу для мяса. Вижу, что здесь паприка сладкая, есть кориандр молотый, мелкие перцы еще сладкие. Можно взять приправу для шашлыка. Сушеного молотого чеснока 1 столовая ложка. Для баланса вкуса обязательно добавляю сахар. Молотый кориандр сюда же. Сухого горчичного порошка обязательно добавляю сюда, чтобы не было плесени на мясо. Нам нужно, чтобы мясо не испортилось. Обязательно его добавляйте. Черного молотого перца. Сладкой молотой паприки добавляю. Острый молотый перец. Красный, одну щепотку. Дочка пришла на помощь. Все эти специи, соль, сахар перемешиваем. У меня есть вот такой красивый кусок мяса. Это мясо называется карбонат, либо мясо для отбивных. Вес здесь ровно 1 килограмм. Вообще все вот это можно не срезать. Сколько я помню, мама готовила такое мясо, никогда ничего не срезала. Всю вот эту белую часть я срежу. Мне не очень нравится, она когда высыхает, становится такая очень тягучая. Поэтому я этот кусок мяса зачищу. Да, у меня свинина. Весь список продуктов я, как всегда, напишу под видео. В этой приправе я обваливаю мясо со всех сторон, чтобы везде приправы хорошенечко прилипли. Смотрим, где этого не произошло, прям рукой, вот так вот хорошенечко приклеиваем все. Обязательно сохраните себе этот рецепт. Ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. Те приправы, которые не прилипли к куску, я их убираю в сторону. И вот так мясо кусочек я оставлю полежать при комнатной температуре минут 10. За это время мясо хорошо пустит сок, все эти приправы станут влажные. И приправы как будто бы просто приклеятся к мясу. Они не будут осыпаться. Пока готовлю следующую конструкцию. Очень удобно сюда использовать пищевую фольгу. А вот пищевую пленку не берите. Ее придется каждый раз брать новый кусок. А фольга будет с нами все трое суток. Прошло 10 минут. Весь кусок мяса влажный. И теперь я на него еще посыплю все вот эти приправы. Когда мясо будет готово, сверху будет такая красивая, хорошая, равномерная корочка. Можете взять свои приправы. Но главное не уменьшайте пропорции, потому что это уже просчитано все годами. Мы готовим, нам нравится. Я думаю, что и вам тоже понравится. Это гораздо дешевле, чем покупать мясо, готовое уже в магазине. Теперь я из фольги сделаю такую крышку. Можно взять крышку меньшую по диаметру, чем сама посуда, в которой все это будет у нас лежать, солиться. Фольгой очень удобно. Фольгой накрываем так, чтобы оставалось отверстие, чтобы мясо дышало. Фольга очень хорошо принимает форму посуды. Она прям так плотно прилегает, как крышка. А потом на протяжении всех трех суток нужно будет эту крышку из фольги снять один раз в сутки. Всю образовывающуюся влагу нужно сливать, а мясо переворачивать на другую сторону. Потом накрываем вот этой крышкой из фольги и убираем в холодильник. Так мясо должно стоять, солиться в холодильнике трое суток. Если вы меня смотрите, но еще не подписались, обязательно это сделайте. Нажмите на колокольчик. И так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео. И ничего не пропустите. Через трое суток я беру марлевый нестерильный отрез. Он продается в аптеке. Обязательно берите нестерильный, потому что стерильный будет пахнуть лекарствами. И отрезаем нужное количество. Прошло трое суток и сверху на мясе образовалась вот такая вот плотненькая корка из приправ. Эти приправы за время сушки не осыпаются с мяса. Они очень хорошо прям проникнут в это мясо. Вот такая вкусная корочка сверху. Сейчас я это мясо заверну в марлю. Когда будете заворачивать, чтобы вот эти махристые края не попали близко к мясу. Потому что потом, когда это мясо высохнет, придется прям хорошенько так постараться, чтобы вытаскивать из мяса нитки эти белые. Заворачиваю. Берите какие-то нитки, шпагат, бечевку. Только не тонкие. И вот такими узлами все хорошенечко завязываю. Сверху сделаю такую петельку, чтобы это мясо было удобно подвесить к батарее. Кто-то это мясо сушит ночь возле батареи, на день перевешивает на форточку, чтобы оно проветривалось. Ничего к форточке я не перевешиваю, просто сбоку повесила на батарею. И сушим дней 5. Хотите, чтобы оно было такое прям вяленое, хорошо вяленое, тогда неделю. Я это мясо буду сушить суток 5. Попрошу сразу в комментариях не писать, что я использовала нитритную соль. Потому что как только выкладываю рецепт, полиндвийцы сразу начинают писать всякую ерунду. Да без нитритной соли ничего не будет. Хватит ее есть, хватит того, что в магазине она везде есть. Поешьте вы хоть домашнего без этой нитритной соли, ничего не портится. Моя бабушка с дедушкой все это вялили, солили, живя в деревне и растили этих кабанов. Ни о какой нитритной соли понятия не имели. Все это новомодные добавки. Вообще у белорусов есть приправа из трех буков К. Календра, кмен и кроп. Это семена кориандра, тмина и укропа. Все это толкли толкушкой, вот этой приправой обмакивали полиндвийцу и все вот так вот сушилось. Даже без сахара, просто соль. Поэтому всем, кому понравился результат без нитритной соли, обязательно приготовьте. Оно отлично режется и ножом можно включить слайсер, нарезать вообще прям тоненько, выложить все это на блюдо, в мясную нарезку. Я думаю, что это съестся еще быстрее, чем магазинная колбаса. Сушилось мясо у меня подвешенное к батарее. Батарея не была раскаленной. Совсем немного грела. И сушка мяса у меня была ровно пять суток. Вот такое мясо получается. Его можно есть просто так. Хотите, с любым пенным напитком или покрепче что-нибудь берите. И на бутерброд его можно положить. Это вкусно. Еще хочу сказать, что вот дольше прям сушить его не надо. В моем случае сверху получилась такая корочка. Внутри она мягкая, неживая, ничем не пахнет. По краю вот здесь кое-где попадается от марлевого отреза, от марли такие ниточки. Ну, их легко убирать. Единственное, что я делала, к батарее я поворачивала раз в сутки новой стороной, чтобы со всех сторон равномерно сушилось. И хочу еще взвесить, посмотреть, какой вес мяса на выходе получится. Я очень надеюсь, что я вас смотивировала на готовку. Готовьте, ведь домашняя еда самая вкусная готовится навсегда с любовью. Получается у меня 650 грамм, учитывая то, что мы отсюда уже 3 кусочка съели. Ну, вот такая потеря. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok